Ныне я присваиваю свое новое имя – дом Тихота Ламманческого. Безумец, мечтатель и выдумщик, начитавшись рыцарских романов, обедневший дворянин Алонсо Кихана провозглашает себя рыцарем печального образа и берет новое имя. Так начинается путь полный приключений. Не важно, что вместо шлема – тазик цирюльника, ведь рядом верный слуга Санчо Панса, готовый поддержать любые, даже самые бесшабашные идеи. Ты принимаешь свое предложение стать своим оруженосцем и сопровождать меня во время стран, в тройни по всему свету. Принимаю, поскольку очень надеюсь, что вы сделаете свое обещание и сделаете меня губернатором острова, который собираетесь завоевывать. Наш Дон Кихот про то, что быть взрослым – это не всегда быть счастливым. Дон Кихот уже взрослый, скажем так, пожилой человек. И вот только к моменту старости он, как мне кажется, он вдруг понял, что что-то… как-то он эту жизнь прожил не так. И он не боится ее поменять. Он ведет себя как сумасшедший, что он с этой вот какой-то внутренней безуминкой при всем при этом, он нормален. А все вокруг него, при всем том, как они его оценивают, как они… парень-то сошел с ума, при всем при этом, они именно как будто бы инородные, как будто бы ненастоящие, что ли. За основу взята пьеса Михаила Булгакова – единственное драматургическое переложение истории о Дон Кихоте. Была написана в конце 30-х по заказу Театра Вахтангова, но при жизни автора так и не была поставлена. Булгаков – замечательный драматург, потому что он сам в театре работал, работал в том числе артистом в Московском художественном театре, и поэтому прекрасно, конечно, законы театра знал и об артистах думал, поэтому он им писал хорошие роли. Это история о том, как человек может спасаться, уходя в какую-то воображаемую реальность, создавая ее сам, и даже преобразовывать реальность вокруг своим вымыслом. И мне кажется, эта пьеса, она вообще как-то очень крепко связана с театром, в принципе, и с людьми театра, потому что во многом она тоже про нас. Несмотря на то, что пьеса основана на средневековом романе Сервантеса, она как бы вне времени. Это история о мечтах, которые могут воплотиться в реальность, и о мире, для которого они чужды, о смелости быть собой и о вере в лучшее. К слову, сомнений по поводу исполнителей главных ролей не было, признается режиссер. Подбирали в соответствии с каноническим описанием. Луна освещает наш путь, и завтра утром мы будем далеко. Мы будем далеко. Вперед! Вперед! А имя Тур-Силей! Лично для меня Дон Кихот и Санчо Панса – это один персонаж. То есть, ну, они неразрывно связаны. Они оба романтики. Они только один образованный и начитанный, а другой, ну, всю жизнь работал с землей, хорошо умеет подрезать виноградные лозы. Почему он пошел за Дон Кихотом? Наверное, потому что ему тоже не хватает вот этой вот романтики в жизни. Ему надоела вот эта вот, обрыгла вся вот эта вот действительность. И, да, некоторые моменты, в которые Дон Кихот погружается очень глубоко, он его немножко ставит на место. Как-то это, посмотри, это волшебники, да и это витрины и мельницы, сеньор. Четырехчасовое погружение в мир Дон Кихота построено на приеме разрыва шаблона и может показаться зрителю несколько странным. Но таков мир безграничной фантазии режиссера Глеба Черепанова. Здесь Дульсинея появляется в образе Лиди Гаги, Мерлин Монро, Марлен Дитрих или Бритни Спирс. А Санчо Панса может сыграть на гитаре балладу группы «Металлика». Артисты драмтеатра во многом выступали со творцами этого спектакля. Булгаков практически ничего не менял в романе Сервантеса. Однако то, что писатель параллельно создавал роман «Мастер и Маргарита», наложило отпечаток на пьесу. Есть сцена трактира, куда после всех побоев и приключений, побитые и замученные, приезжают наши персонажи Дон Кихот, Санчо Панса. И там их встречает некая странная компания. И мы просто, когда читали текст, мы узнавали это в Оланд со своей свитой. Я приглашаю вас вместе с нами окунуться в ни на что не похожий мир мечтаний, мир невероятного, самого доброго и самого лучшего рыцаря печального образа. Дон Кихот Глеба Черепанова – история о мечтателе и ребенке, который живет внутри каждого человека. Это мультижанровая постановка с элементами трагедии, мюзикла и даже цирка. Каждая из сцен представлена в своем стиле, хотя при этом общий жанр режиссер обозначил как трагикомедия. Редактор субтитров А.Семкин